Конечно, это приятное чувство вернуться в команду, которую я считаю своей, потому что много воспоминаний связано с ним. Победа в Кубке Улеб, достойное выступление Евролиги. Но ключевое слово, конечно, Евролига, когда я понял, что Локомотив будет выступать в Евролиге, то есть удовольствием вернулся в свой клуб, чтобы выступать здесь. Действительно поменялась команда, не только в сравнении с составом, который участвовал два года назад в Евролиге, но и с прошлым годом. Новый тренер, тренер очень умный, разбирающийся в деталях, знает баскетбол и, что немаловажно, знает, как выигрывать. Поэтому, действительно, для любой новой философии нужно время. У нас его нету, потому что уже скоро начинается групповой этап и сразу же серьезный соперник в лице Панетина Икоса. Ну, на самом деле, не стоит, не люблю сравнения любые, да, то есть это действительно новый этап. Единственное, что команда, получается, имеет теперь опыт выступления в Евролиге, это немаловажно, потому что все фолориты в Евролиге, это именно традиционные команды, которые знают, как выступать, как распределить силы на всем отрезке выступлений Евролиге. Поэтому не хотел бы говорить о различиях, да, вот, что важно, то, что болельщики, которые нас будут поддерживать дома, остались неизменными. Ну, что можно ожидать от команды, где играет, где Барселона, Тонакий Найкос и Жаргерис, да, и чемпионы своих стран. Ну, в первую очередь, много интересных игр. Все группы, мы прекрасно понимаем, что сильны, потому что в Евролиге есть такое, как бы сказать, правило, да, что любая команда может обыграть любую. Поэтому, мне кажется, важно последовательно подходить к каждой игре, именно с таким пониманием, я думаю, что мы можем выйти, мы должны выйти в следующий этап. Ну, на самом деле, у клуба есть все. Повторюсь, да, тут есть опыт, то есть мы не новички, сильный тренер, который знает философию победы, то есть он выиграл чемпионат, сильный состав, у нас сильный состав, который имеет талант и, опять же, опыт выступления в Евролиге, но и скажу, что, опять же, вернемся к нашим болельщикам, потому что дома мы играем с нашей поддержкой трибун очень хорошо, а чтобы пройти дальше в следующий этап, важно выиграть все домашние матчи и зацепить парочку на выезде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!